то ваши границы будут 100% нарушаться. То есть если вы не будете стабильной, постоянно, эмоционально, уравновешенной, ещё раз прям повторюсь такой, фигурой, у которой чётко простроены границы и которая реагирует всегда одинаково во всех случаях, и всегда с одинаковыми наказаниями, без манипуляций, без обид и без истерических каких-то припадков, тогда вам ребёнок может доверять, и тогда он чётко понимает, где ваши границы. И тогда он, конечно же, всё равно будет пытаться их проверить, пытаться их каким-то образом пробить, потому что на это и заточена его сейчас часть личности, чтобы понять и пробить, а где граница дозволенного, а как мне можно, а как мне нельзя. И для этого вот как каменная стена, для этого родитель должен быть постоянно стабильным. И если ребёнок не может доверять родителям, то о каком доверии тогда со стороны родителя ребёнку, в общем, в принципе, можно говорить. И по поводу тоже такой очень важной темы, знаете, как многие родители говорят, что я всегда со своим ребёнком был другом или подруга. Вот у меня прямо сейчас в терапии несколько мам, которые приходили и хвастались, и говорили, они приходили по поводу младших детей, по поводу старших, подростков, которые только входили в пубертат, они всегда хвастались, что мы всегда были друзьями. И я давала, на что я давала обратную связь, что будьте, пожалуйста, аккуратны и осторожны, потому что такая модель поведения дружеская, рано или поздно она приведёт к стиранию родительского авторитета. Ну и, собственно, что со временем и происходит, потому что дружеская позиция по отношению к ребёнку, она нивелирует родительские границы, она нивелирует родительский авторитет. И в определённом возрасте подросток уже может себе позволить какие-то вещи, которые он позволяет, конечно же, со своими друзьями, но не может себе позволить с родителем. Я прошу прощения, просто ещё немножечко не отошла. У меня каждый день тренинги и мастер-классы, и голос уже просто садится. Вот, так вот, собственно, да, вот этот родительский авторитет, его очень важно поддерживать. Почему родители очень часто идут в дружескую коммуникацию, в дружескую позицию по отношению к ребёнку? Конечно же, исходя из своих детских травм, исходя из своих страхов и переживаний. В основном это либо какие-то жёсткие родители в детстве, и тогда сам родитель во взрослом возрасте уже говорит, что я со своим ребёнком так не буду. То есть он идёт от обратного, либо он боится говорить «нет», он боится устанавливать эти границы, потому что ребёнок его, как будто бы, да, так родителю кажется, перестанет любить и перестанет уважать, и перестанет всё рассказывать. Так вот, ребёнок и не должен всё рассказывать своему родителям. То, что касается интимной зоны, интимных вопросов, это должно, в принципе, остаться, наверное, только на уровне информирования родителя ребёнком, что важно в интимной зоне. Конечно же, половое воспитание обязательно. Оно сейчас прямо очень актуально, сейчас много информации по половому воспитанию. И мы тоже проводили в рамках форума Level Up вебинар по половому воспитанию. Так вот, собственно, максимум в интимной зоне – это половое воспитание и обговаривание каких-то вопросов, связанных со здоровьем. Либо, если у подростка возникнут собственные вопросы, он может обратиться к родителю. А вот когда родители на дружеской ноте начинают общаться с ребёнком, с подростком и начинают прям залазить уже совсем в интимную жизнь, и ещё и рассказывая о своей интимной жизни, конечно, это говорит уже о нарушении родительского авторитета, о нарушении границ, которое, ещё раз повторюсь, рано или поздно приведёт к тому, что ребёнок, подросток, уже ближе к концу подросткового возраста, нивелирует родителя и будет нарушать эти границы.